Странная манера у Рады. Она все время за щеку Жорика таскает. Гляньте, видите, бессеремонно, а он терпит и позволяет ей это делать. Марсик молча ходит по периметру. Ему тут не до нежности, у него работа. Хоть мы тут и купальный сезон открыли, но Марсик говорит, что сначала работа, а потом все остальное. Потом красоваться, любоваться там разными прелестями, какие нам вот вселенная дает, видите, в виде красной акации. Но если я не пройду по периметру, то кто пойдет, так же? А вот уже у нас и Паульс Карлетт отцвел. Теперь будут плоды, видите, маленькие какие плодики. Чай надо будет заваривать. А я иду к Вергелле. Я уже выучил, что это Вергела. Ну сколько же, за пять лет-то пора уже название выучить. Смотрите, какая красивая. Радует меня на фоне. Вон, видите, какого голубого неба. А вот уже Канны у нас. Какие уже большие, видите. Главное, чтобы не поломали. Потому что они, видите, он играет, что творят. Эй, уйдите отсюда. Вот этот я уже пересаживал один раз. Надо уйти отсюда, и они со мной идут. Пошли, уходим. Уходим. Они понимают слово «уходим» под тем, что сейчас я пойду в сад гулять. Нет, я в сад не пойду гулять по одной такой причине, что мне надо идти на работу. А одних вас я туда не пущу. Потому что радочка маленькая. И не хочу рисковать. Там два пруда. Все, уходим. Уходим. Быстро. Все, я ухожу. Они сейчас за мной пойдут. А у нас еще одна радость. Тюльпановое дерево зацвело. Я уже показывал. Ну, видите? Вот она цветет. Кто видит? Да никто. Пока я сейчас не покажу. Вот это бутон. Видите, вот он. А вот сейчас надо туда добраться и показать цветочек. Вот он цветочек. Видите, какой он? Вот такой подцвет листочков. Его просто так и не увидишь. Видел, Жорк, цветочек? А ты видела? Надо уходить. Мимо Вергелы. Иду, смотрите. А тут уже на подходе, знаете, что? Вот эта вот беседка сейчас должна вся зацвести розочками. Смотрите, сколько розочек на подходе маленьких. Вот эта вся беседка будет полыхать. Ну, по крайней мере, должна распуститься. Вот все ждем. Каждый день все новое и новое. Какие-то здесь происходят события. Пошли со мной. Пойдем, пока никого нет. Только сказал, никого нет. И тут мамка. Мира. Мира. Мирка. А ты почему не купаешься в купальне? А? Мирка. Иди сюда. Это что такое? Ну-ка, давай, 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 давай. Ну-ка. Дочь твоя уже вовсю открыла купальный сезон. А ты чего такое? А? В прошлом году не вылазила. А в этом году что-то она как-то рада ее уговаривать. Радочка, иди быстрее. Иди. Тебя же не надо уговаривать. А тут теплее вода. Вот в этой. Она на солнышке. Иди, Мира. Быстрее. Бегом. Вот как мы водичку любим. Мира, иди. Смотри, вон дочь купается. А ты что-то повзрослела, забурела, да? Вот так вот и люди есть. Повзрослеет. И они уже такие, знаете, серьезные становятся. Уже взрослые делаются. И уже детская из них выходит. А я не хочу, чтобы детская из меня выходила. Наоборот, хочу, чтобы она заходила в меня детская. И оставалась во мне всегда. И вот наблюдаешь, есть некоторые даже собачки. Они сначала дети, а потом взрослые, а потом дедушки и бабушки. А есть собачки, как говорится, ну, есть такое выражение. Маленькая собачка до смерти щенок. А есть маленькие собачки, все время резвые. А большие собаки, они уже становятся степенными. Больше лежат. Больше. Больше. Больше-меньше двигаются. Вот, как бы сказать. Больше неподвижны. В общем, превращается в Джерико. Вот. О, побежал, все. Залазь. Вот Мирка. Она уже остепенилась. Я как-то про себя сочинил такие стихи. Но это давно было. Было у меня в свое время. Была депрессия. Как-то даже такие стихи написал. А зловещая тишина окружает мой разум больной. Может, тем она и горда, что я был когда-то шальной. Ну, я был когда-то шальной. А потом немножко, не то что остепенился. Ну, честно говоря, был какой-то период депрессии. Потом этот депрессивный период прошел. И я понял, что надо всегда быть оптимистом. В любое время. А депрессия была, знаете почему? Честно говоря. Выпивки были. Вот и были депрессии все. А я считал, что алкоголь это единственное, что есть в этом мире достойное. Только вот одно но, что болеешь после этого. И думал, ах, придумать бы такую водку, чтобы не болеть после нее. И вот оно и будет вечное счастье. А потом как-то пришло ко мне озарение, осознание, что да нет же, есть же все-таки другое что-то. Ну, как-то я же до этого жил и был счастлив в детстве. И без водки, и без сигарет. И отказался. Отказался в пользу того, что... Ну, жить-то можно и без выпивки. А когда я отказался, ко мне пришло другое. Более лучше. А я знал, что это единственное удовольствие, думал алкоголь. По своей неведомости. Думал, что ничего в мире другого нет. Нет, есть другое. Есть удовольствие. Есть наслаждение. Есть радость. А есть еще блаженство. И вот когда человек блаженен, он всегда... Как бы он сказать... Он всегда блаженен. Вот и все. Да. А что для этого надо, чтобы быть блаженным? Осознание того, что жизнь дается один раз. Что жить надо здесь и сейчас. Не вчера и не завтра. А именно здесь и сейчас. Вот тогда человек познает счастье. Тогда и алкоголь не нужен, и сигареты не нужны будут. Ничего не будет нужно. Будет нужно вот... Просто радоваться жизни. Вышел во двор. И радуйся жизни. И благодаришь вселенную за то, что она дает тебе все радости жизни. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты.